Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Буквально не успел я выпустить ролик про то, как на борьбе ХРП, КРМП и вот все вот эти вот прочие GTA КРМПшные лаунчеры, проекты, сервера. Вот то, как на всей этой борьбе ХРП вышло обновление связано. Вернее, то, как они показали модельку с Lada Vesta и то, как они все это разрабатывают, то, как там все это происходит. Вот эта вот вся, знаете, темная комната. Если не смотрели ролик насчет вот всей этой Lada Vesta, то, разумеется, можете посмотреть. Там такой, знаете, детальный обзор на данную машину. Я там все рассказал, все показал и так далее. Так вот, дело в том, что на борьбе ХРП вот вся эта Lada Vesta, она, как вы можете понять, еще в разработке. То есть, у нас есть такой скриншот там, я не знаю, с 3ds Max или Blender или где там все вот это вот разрабатывают. У нас есть вот этот вот скриншот, но, понимаете ли, в чем дело? На Black Rush, как лично я уже мог понять, всю эту Lada Vesta можно купить. То есть, по факту, вот получается так, что когда борьбе ХРП все это показывала, все это выпускала, почему-то в комментариях, по-моему, никто не написал, что, мол, они все это взяли с Black Rush. И получается, что борьбе ХРП сейчас, она буквально, знаете ли, украла все это. То есть, вот как, знаете, Arizona RP, которая взламывает пароли, аккаунты и все прочее. Вот так же, и, наверное, Борьбе ХРП в данном случае, она украла идею Black Rush насчет Lada Vesta. И то есть, я вообще не понимаю, как так можно делать? Как можно вот все это красть? Ладно, все это такое, знаете ли, лирическое отступление, там, все вот это прочее. Давайте как-то вот более конкретно перейдем ко всему, вот, к конкретике мы сейчас перейдем. Да, разумеется, машины есть, но они же, типа, вот, автопром, он же повторяется. Ну, вернее, он же один, вот, всего. То есть, есть какая-нибудь Tesla, и, допустим, Tesla выпускают на одном проекте. И, разумеется, другой проект тоже хочет выпустить Tesla, вот эту вот самую от Илона Маска, там, Tesla Кибертрак, Tesla, там, вот это вот все прочее и так далее. Но, тем не менее, типа, машины-то, они же одни и те же. Типа, ну, это же, понятно, это же логично. И тут с Lada и Vesta, вот, произошло нечто подобное, потому что, ну, типа, я не думаю, что, там, Барвиха хотела все это украсть. Причем, знаете, в чем дело-то? Вот эта вот самая Lada Vesta на Black Rush, она продается в автосалоне эконом-класс, наверное, потому что это такой, знаете, российский автопром. Насколько я могу знать, Lada это вообще российская компания. Ну-ка, давайте я посмотрю, потому что я в этих машинах, блять, вообще нихуя не понимаю. Так, Lada, это, ну, марка, да, 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 это, знаете ли, наша российская, и поэтому она продается в эконом-классе. А в каком-нибудь, знаете, наверное, бизнес-классе продаются вот эти вот все Майбахи, там, Роллс-Ройс и все прочее. Я уверен, что на Барвихе все эти Роллс-Ройсы, они точно так же есть, поэтому каких-то поводов для особо такого большого бугурта нет. И сейчас даже если зайти в комментарии, то, типа, ну, там, просят добавить другие машины, просят вот это вот все сделать, просят, типа, вот это вот все, типа, ну, ну, такое себе. Ну, что-то вот сами же должны понимать, что это, типа, ну, 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 такое себе. Вот, то есть, по факту, во всех этих комментариях люди даже не заметили, типа, что недавно то же самое, вроде как, презентовала Барвиха. Но если у Барвихи это только еще, знаете ли, была какая-то наработка, были какие-то, там, знаете, вот эти вот все скриншоты с моделирования всех вот этих вот моделек, то на Блэкраше она уже выпущена, и то есть вы уже можете ее купить. И, как лично я понимаю, как лично я думаю, как лично я считаю, никакого плагиата тут нет, потому что, типа, ну, машины они же одинаковые везде, и как-то их сплагиатить, все прочее сделать непонятно. Возможно, что они посмотрели, что на Блэкраше есть вот вся эта Лада Веста, они вдохновились и такие, типа, блин, типа, где-то неплохо, в самом деле, типа, ну, давай у нас тоже будет Лада Веста, только вот у нас, допустим, она будет в среднем классе, или тоже в эконом-классе, или там еще где-нибудь она будет, потому что, почему бы и нет. Но то, что, однако, вот, Блэкраше выпустило все это раньше, это, конечно, заставляет немного задуматься над тем, что Барвиха отстает. Хотя, знаете ли, на Сантропе, 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 сами понимаете, одинаковые почти проекты по звучанию, на Сантропе там тоже уже, знаете, выходило какое-то обновление, и, может быть, они немного, так, знаете, отвлеклись, а когда пришли на работу опять по поводу Барвихи и РП вот это вот все делать, то, разумеется, уже такие, типа, блин, вот всегда хотели мы Ладу Весту добавить в эконом, вот в наш этот салон, или там, я не знаю, в средний класс, или еще нечто прочее, и типа такие, ну да, ну давайте добавим вот всю эту, знаете ли, Ладу Весту, и вот, и сейчас они ее разрабатывают, добавляют. Будет интересно посмотреть вообще, какой-то, может быть, есть каналы на Ютубе по всему этому мобильному GTA-сампу, и, допустим, было бы неплохо, если бы они такое, знаете, провели детальное сравнение всех вот этих вот моделек. К сожалению, типа, я не знаю, возможно, мне придется все это делать, как бы, 150 лайков на этом видеоролике, я проведу детальное сравнение машины на Барвихи РП вот этой вот всей Лады Весты и машины на Блэкраше. Посмотрим, кто у кого что взял, у кого там, какая, знаете, выхлопная труба, у кого какие диски на машине. Я во всех этих автомобилях ничего не понимаю, мне абсолютно похуй, а я бы в своей жизни, наверное, никогда за руль не сел, хотя вот никогда не говори никогда, как говорил один из знаменитейших людей, поэтому, типа, я не знаю. Но, в целом, если вы хотите от меня какой-то детальный обзор на час, там, может быть, минут на 20, на 30, на 50, на 40, то 150 лайков под этим видеороликом, и, разумеется, все это выйдет, все это будет, я постараюсь все это, так, знаете, в наилучших традициях какого-нибудь Эрика Давидыча сделать, чтобы, там, знаете, вот тут у нас Лада Веста на Барвихе, вот тут у нас Лада Веста на Блэкраше, вот мы смотрим, тут у нас вот такие фары, тут у нас вот такие фары, есть вот такой, знаете, градиент, желто-серый или, там, серебристо-черный, вот, и посмотрите, как бы, как вы думаете, с какого проекта вот эта вот машина, с какого проекта вот эта вот машина, сколько она стоит, что вообще там происходит, все вот это прочее, поэтому, ну, разумеется, если вам все это нужно, если, как бы, вы проголосуете лайками за всю эту идею, то, разумеется, я постараюсь все это реализовать, все это сделать как можно быстрее, как можно скорее, и вообще, типа, нужно вообще будет изначально дождаться, чтобы все это вышло официально на Бореве ХРП, поэтому у вас есть много времени для того, чтобы набрать 150 лайков на моем вот этом вот видеоролике, и, кстати, еще нужно будет 5000 подписчиков, чтобы как можно больше людей увидело всю эту новость, все это сравнение, гениальное, абсолютно, то есть фантазмагорическое какое-нибудь или вроде того, поэтому вот, если хотите все это увидеть, лайки, я сейчас, знаете, вот поступаю, наверное, как Владислав Павлов, потому что он постоянно просит лайки, я, наверное, тоже нечто подобное сделаю, в целом, ну, моделька на Black Rush неплохая, но тут у нас, разумеется, не обзор моделек, сравнение, обзор и все прочее будет, если вы наберете тут 150 лайков, а так, в целом, ну, типа, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я играл, я снимал, и я играю и продолжаю снимать на проекте Arizona Rullyplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод Notoxic54, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, вы можете туда зайти, там все это узнать, там все это познать, там все, так сказать, постигнуть весь этот дзен, дзен буддизм и все прочее, поэтому, да, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором выходят посты, как минимум, один раз в день, а может быть, даже там, я не знаю, может быть, два раза в день что-нибудь выйдет, или там, три раза в день, в общем, подписывайтесь в телеграм-канале, если что, будем держать связь, на случай, если произойдет что-то, прям, знаете, очень такое плохое, нехорошее и неприятное. Всем спасибо за просмотр этого видео, увидимся тут же завтра, надеюсь, что в 20.00, либо немного, может быть, попозже или пораньше, в общем-то, как все получится, так оно все и получится. 150 лайков, сравнение, выпуск и так далее.